Несмотря на то, что Видное – город небольшой, история у него богатая. И начинается она со строительства коксогазового завода – градообразующего предприятия. До 1965 года Видное был поселком при заводе, а 55 лет назад стал полноценным городом, где сегодня проживает более 100 тысяч человек. Чтобы сохранить историю и память о первостроителях, экскурсоводы историко-культурного центра проводят со школьниками пешие экскурсии. Одна из последних была посвящена Павлу Гаевскому. Я хотела, чтобы дети воспитывались в таком духе и обладали тоже такими, можно сказать, в будущей жизни чертами положительными, как Павел Федорович Гаевский, чтобы у них был дух патриотизма, любви к городу, к малой родине и к любви России. Вклад Павла Гаевского неоценим. Со времени его смерти прошло 40 лет, а его помнят и ценят, как тогда, когда он возглавлял коксогазовый завод и старался сделать жизнь видновчан максимально комфортной. Сам жил во временном поселке, недалеко от предприятия, и отказывался переезжать, пока всех своих сотрудников не расселит в новые квартиры в центре города. Переехал только под конец жизни на улицу Крайнюю. В 1980-м ее переименовали в улицу Гаевского. Сегодня улица Гаевского, пожалуй, самая красочная в городе, видно. И это, безусловно, заслуга Павла Федоровича, который, как сказал экскурсовод, делал все добротно и для людей. В моей жизни не много таких примеров, когда людей, ну обычных людей, но он, ну да, был руководитель завода, но он никогда, я не помню, чтобы он как-то выделял себя среди тех, кем он работал. И вот человека помнят через 40 лет, после того, как он ушел из жизни. А это значит, для меня это значит, что человек прожил правильную, хорошую жизнь. Дети остались под впечатлением. Весь час экскурсии, несмотря на морозную погоду, ученики 2-й Видновской школы были сосредоточены на экскурсоводе. Им действительно было интересно, они задавали встречные вопросы. Мне было очень интересно, я узнала много нового, и теперь я знаю, с кого надо брать пример. Этот человек отдал почти всю свою жизнь работе, и он не делал того, что я это сделал, я типа пух земли, я все могу. Он это делал бескорыстно, и он делал это для людей. Павел Гаевский – герой социалистического труда, заслуженный металлург, почетный гражданин Ленинского района. Завершая экскурсию, в благодарность за наследие, школьники возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена на доме, где жил Павел Федорович. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.